Всем привет! Наконец-то я вам покажу маникюр, который мы с вами делали вместе. И это гирлак фиора кошачий глаз, но наносили мы его в один слой. И также мы с вами проверяли базу и топ новые, которые приходили в той посылке. Что я могу сказать? Топ просто идеально относился. База, конечно, просела, но они многие проседают, в этом ничего страшного нет. В целом покрытие, посмотрите, очень неплохо выглядит. И от слоя, как таковых, вообще не было. Так что эту базу я буду теперь постоянно использовать, так же, как и топ. Подравнивание с помощью него тяжеловато сделать, но если надо перекрыть тонким слоем, он отлично для этого подходит. У него замечательный блеск, нет липкого слоя, что для меня важно, так как у меня аллергия на гирлаки. И он замечательно блестит до конца носки. Теперь тоже топ буду с большим удовольствием использовать. У меня два больших пузырька базы топ по 12 мл, хватит мне их надолго. Мы будем с вами дальше их тестировать, я думаю, что это будет интересно. После того, как я сняла покрытие, подпиливаю форму, девушка захотела чуточку покруглее. И так же она захотела очень сильно какой-нибудь нежный дизайн. Укрепление я сделала с помощью Born Pretty Opal выравнивающим слоем. И сверху сначала хотела нанести GDCO Code 824 номер прозрачный с блестками. Не очень сильно девушке понравилось, поэтому мы в конечном итоге нанесли гирлак Opal. И ноготочки, конечно, заиграли по-другому. Этот гирлак беспроигрышный вариант, плюс Born Pretty Opal. Полупрозрачный, молочный и сочетание просто невероятное. Opal у меня частенько используется и чаще, чем остальные вообще гирлаки. Из всей серии у меня есть три. Синий, серебро и вот этот Opal. И он самый-самый лучший этот Opal. Лучше него пока что ничего не придумали. Следующие ручки, это вы уже видели, она уезжала и делала его в Москве. Относила очень даже неплохо на покрытие, которое ей делали. Обычно отлетает у нее через три дня, по ее рассказам. А тут даже ноготочки очень хорошо подросли. Снимаю материал очень аккуратно. Нанесен он тонким слоем, без выравнивания. Но даже если оно и было, то прям минимальное. Ну и соответственно мы сделали маникюр. Сняли покрытие предыдущее, оставив тонкий слой базы. Обезжириваем ногтевую пластину. Базу я использую на детских ручках, но точнее не детских, а подростковых. Мадам Глам. Она хорошо носится. Цена, конечно, у нее далеко не бюджетная. Но мне кажется, она безопасная. И я ее именно в таких случаях использую. Особенно если надо нанести тонким слоем. Для этих целей она отлично подходит. И у меня не вызвала аллергии. Насколько вы помните, я долго ее тестировала. До сих пор использую иногда. В виде подложки и полностью меня она устроила. Кроме того, что ей нельзя укрепить ноксивую пластину, а можно просто тонким слоем нанести. Дальше наношу снова гейлак опал. И тут вот двух вариаций. На молочный оттенок мы с вами наносили. И просто на прозрачные ноготки, чтобы не выделялась разная длина, разная форма. Потому что девушка каждый миллиметр отвоевывает своих ногтей. Не хочет их спиливать. Получилось красиво. Гейлак опал, конечно же, через камеру не передается. И тут ничего не поделаешь. Его надо видеть вживую. И если кто-то из вас делал его, вы знаете, насколько красиво он переливается. Но даже на прозрачных ногтях отлично смотрится и блестит. Ну и третьи ручки на сегодня. Это новые родственницы той девочки, которые я делала до этого. Они не проблемные. Материал на них носится очень хорошо. Девушка за руками ухаживает. Сразу видно. Покрытие у нее не гелевое, а именно гейлак. Я ее предупредила, что, конечно, на такой длине лучше всего укреплять гелем. Но в этот раз мы сделаем именно гейлаковое покрытие. И тут меня ждала неожиданность. У девочки очень и очень чувствительные ручки. Когда я начинаю спиливать, ей все время печет. Я сначала меняла скорость в большую сторону, потом в меньшую сторону. Ей все равно пекло. Поменяла фрезу, поставила старую, на которой уже просто насечки все от церилизации выгорели. Вот более-менее ей мы сняли. Не знаю, в следующий раз, если она придет, чем я буду снимать. Но что-нибудь придумаю и с вами, конечно же, об этом поделюсь. Возможно, база такая, что она очень хорошо проводит тепло. И за счет этого идет нагрев. Потому что этими же фрезами я делаю постоянно снятие всем и никому не пекло. Мне на самом деле очень интересно, было ли у вас такое, чтобы настолько сильно пекло кому-либо. Но не переживайте, все завершилось благополучно. Мы с ней сняли все-таки покрытие старой фрезой, которую я заказывала с Алиэкспресс еще самую первую. Она уже проржавела в основании. На ней насечки, как вы видите, уже отсутствуют. И мне кажется, она чуть-чуть затупилась. И от нее печь, по идее, должно быть больше. Но нет, девушка говорит, что от нее печет меньше. Снимала я покрытие очень аккуратно, хоть и видно, что тут хороший выравнивающий слой. Но так как ей пекло на самом первой ноготочке, я уже старалась лишний раз по одному и тому же месту не водить. И если где-то возле боковых валиков цвет не снимался, я потом это делала фрезой для маникюра. Это намного проще. Также сделала маникюр. И мы с вами наносим черный гель-лак полностью на мизинчик. На безымянные средние я наносила выравнивающим слоем Born Pretty Opal. И чтобы он ровно лег, я поняла у него одну фишку. Сделали вы им выравнивание. Все равно молочный оттенок ложится не очень ровно. Поэтому после того, как вы выровняли, просушили, наносим еще один тонкий слой этого же гель-лака Opal. И все, цвет становится ровный, молочный и красивый. И, соответственно, под дизайном сам этого. Про Born Pretty Opal я вам рассказывала много. Я даже умудрялась коррекцию и наращивание. Но все-таки, если длина большая, лучше этого не делать. Материал не выдерживает. Я в комментариях часто читаю, что вы пишите, что это именно гель-лак. Но гель-лак у нас размачивается. А вот этот гель-опал, он не размачивается вообще. Его невозможно снять жидкостью. Поэтому я его использую в таких ситуациях. Особенно для укрепления ноготочков. И носится с ним, все прекрасно. Обезжирила базу гель Born Pretty Opal. И после этого просто кисточкой молю и полоски. Много материала не наносите. Иначе он будет очень плохо расползаться. На чистую кисть мы набираем спирт. И вот такими легкими движениями просто распределяем. Наносим спирт до тех пор, пока вам не понравится рисунок. Если рисунок понравился, то все, вы можете отправлять в лампу. Но сначала надо подождать, пока спирт просохнет полностью. Потому что у меня была такая ситуация. В лампу засунули и гель-лак толком не застыл. При обезжиривании сверху гель-лака стирался цвет. Если хорошенечко сначала просушить спирт, просто подождать, а потом отправить в лампу, ничего не стирается и пигмент остается на месте. И в завершении дизайна мы использовали поталь из баночки. Я вам показывала набор. И этой же поталью я себе делала дизайн. Мне он очень сильно нравился. Но, так как я делала на весь ног, конечно, она у меня со временем отходила. А тут мы сделали такие небольшие акценты. Плюс еще подматовый топ я бы себе сделала под глянец. Это блестело бы намного круче или хотя бы поталь бы выделила глянцевым топом. Но девушка захотела все полностью ногти матовые и никак по-другому, поэтому так и оставили. А на этом все. Надеюсь, вам видео понравилось, было хоть чем-то полезным. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, здоровых и крепких ноготочков. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok